Речь дается многим, а мудрость редким. Привет, я Даша, и у меня есть такая традиция на Новый год. 1 января я сажусь и завожу новый личный дневник. Независимо от того, закончился старый или там еще полное места свободного, Новый год, новый дневник. В этом году я завела уже 36-ю часть, веду дневники где-то со средней школы. Ну и, соответственно, раз я завела новый дневник, я хочу показать о том, то, как я вела старый, как буду вести новый. В принципе, не особо отличается. 2015 год я исписала полтора дневника, то есть это тетрадь и блокнот. Тетрадь выглядит вот таким образом. Такая обложка в стиле, в старом стиле. Сзади тоже такая, типа с объявлениями, все такое. Ну, в общем, все в старинном стиле. Страницы, ну, я буду показывать поближе, вы увидите, что они такие тоже желтоватые. В общем, на год мне не хватило этой тетради. И так как до конца года оставалось немного, то есть я начала блокнот с 23 сентября, я вот взяла именно малоформатный блокнот, чтобы не было такого, что у меня половина тетради осталась... Вот смотрите, первый день на работе уже глаз дергается. Чтобы у меня не было такого, чтобы у меня половина тетради осталась неисписанной. Никогда не повторяйте мои ошибки. Очень неудобно, и я прям дождаться не могу, когда уже Новый год настанет, чтобы завести нормального формата тетрад, потому что... Вот я буду показывать, как я его вела, и даже увидите, что прям вот видно мое отношение к нему. Так, ну вот, собственно, 35-я часть дневника. Начинается у нас с моей собственной фотографии, которая была сделана в конце декабря 2014-го. То есть это я снимала поздравительное видео, и это был скриншот того видео. 30-я тут в гирлянде, в короне, и вообще выпендриваюсь. Далее, ну приветственная часть, бла-бла-бла, мне столько пролети, такая-то интересная часть. Значит, я личную информацию беру, то мало ли, прочитаю кто-нибудь. Я пока веду дневник, то, что мне интересно попадается, афоризмы, притчи, рецепты, интересные факты. Все это выписывается отдельной пастой. Вот в этом дневнике, как мы видим, черной, там какой-то была красной, сейчас я зеленой пастой это делаю. И когда я завожу новую часть дневника, 1 января, я беру предыдущую часть, и все, что на меня до сих пор впечатляет, то, что меня до сих пор впечатляет, то, что для меня до сих пор актуально, я это переписываю одним скопом сразу под раздел. То есть, сначала афоризмы, потом притчи, то есть, вот так вот, прям под категорией, а не разброд в том же порядке, в каком это все выписывалось. Далее, вот далее, именно, впервые, именно вот в 15-м году я стала вести в личном дневнике учет прочитывания. То есть, я писала на именование автора, даты чтения, и нравится ей, либо не нравится. То есть, плюс или минус. Я думала над системой оценок, но мне кажется, книга, действительно, она либо нравится, либо не нравится. Все остальное, это нюансы, деликатности и так далее. Вот, то есть, сначала это выглядело вот так, потом списочек немного изменился, вы увидите, как. А также я играла в шахматы, потом я забросила, пожалуйста, кто-нибудь попинать меня, чтобы я опять начала играть в них. То есть, я вела такую таблицу, где указана дата, и выиграла я, либо проиграла. Вот это вот ВС, это в связи с чем? То есть, из всех расшифровка. Там закончилось время, если по времени. Привольная сдача. Там человек вышел и загрыгну, кануло что-нибудь, ну и так далее. Идем дальше по спискам. То есть, это я все неподряд показываю, это у меня отрывки изменика. То есть, я начала вести вот такую таблицу, видео на их, на ютюю. Потом этот список потерпел изменений, тоже все покажу. А изначально, это было, когда снято, когда выложено, порядковый номер, наименование. Всякие там наглядчики, типа такой, лампы. Далее, я осваивала привычки. То есть, завела таблицу. Как раз вот марки, которые, текстовый делитель, он заполняет одну ячейку в таблице. Очень удобно. И там, если я в течение месяца каждый день выполняла самую полезную привычку. Там, зарядка по утрам, витаминчики для кожи, там, воду пить. Как только я осваивалась привычкой, я писала. Там, привычка освоена. Курс закончен. И вот такая таблица самонаблюдения. То есть, это и здоровье какая-то, и симптоматика, потому что человек, все люди не могут быть абсолютно здоровыми. То есть, это такая история болезни. Вот эти все буквы, вверху есть расшифровка, но я вам ее показывать не буду. И вот такие вот таблицы. Вот одна для привычек, другая для самонаблюдения. Я в начале каждого месяца делаю, вклеиваю. Так, теперь, как прицепило у меня изменение. Так как у меня дневник закончился, а список хотелось продолжить. Во-первых, я обнаружила, что если ввести список не в книжном формате, а в альбоме, то есть, ну, вот так, вертикально, да, то это гораздо красивее внешне, потому что, когда я, если этот список прочитано, когда я в первый раз показывала вам таблицу, первый вариант, она выглядела менее аккуратно, потому что в одну строчку не влазила информация. Поэтому я вот так вот перевернула, а когда у меня дневник закончился, я вклеила еще один лист. Видите, он открывается, и мы видим продолжение банкета. То же самое я сделала и со списком моих видео. Причем, я уже говорила, что я завела второй канал, ну, с аниме-клипами, которые я сама клепаю. Пока получается стандартненько, но я буду стараться развиваться. И как я отмечаю, что на каком именно канале появилось видео. Смотрите. Так, тут у меня, значит, сначала номер порядка, потом дата съемок, когда выложено наименование. И вот появляется у меня второй канал. И я завела две графы, то есть основной канал и аниме-клипы. И когда я выкладываю один из них, как вы наглядно видите, я ставлю, назовем это точкой, я ставлю точку в соответствующей графе. И таким образом мне нужно две таблицы для двух каналов. То есть вся нужная информация умещается в одной таблице, и не надо разбазариваться на множество таблиц. Вот. Ну, а обычные записи личного характера, или как-то еще просто дата, день недели, главная тема записи моих. Ну и понеслось. Ну и дальше я просто пишу текст, иногда и оформляю, иногда экспериментирую. Кстати, у меня всякие смайлики. И в конце дневника. Вот, допустим, один из моих экспериментов, когда оформила дневник вот так вот, внутри канала дневнички, я оставлю на нее ссылку, она поставила какие-то идеи мне подкидывать для оформления дневника. Я собезьянничала, но мне это не понравилось. Я стала вести дневник, как вела до этого. Как видно, художник из меня от слова худо. Так, теперь переходим к той чрезвычайной дневнике, которая в блокнот. Он едет вот таким образом. Это подарочек от подписчицы. Танюшка, ты меня смотришь? Привет! О чем есть дарственная надпись. Тут у меня написано, опять же, кто я такая. Ну и понеслось. То есть, понеслась до Шеврай. Ну, это я так оформляла. Прием ловить единый. Кому понравится, сама придумала, честно. Принимала травку. Там цикл длится определенное количество дней. Нарисовала такой круг. Расчертила его на нужное количество секторов. Каждая подписала какой-то день по числам. И, допустим, день проходил. Ну, то есть, я выпивала тысячелестник этот. Я его закрашивала маркером. Таблицы мне пришлось уменьшить. То есть, стена стала меньше, чтобы помещалась на страницу. И меня эта компактность просто убивала. Вот тоже. Эта таблица именно в любви в день. Это неудобно. Но, кстати, таблицы я сейчас в нормальной длиннике сделаю побольше. Ой, поменьше. Наоборот, примерно вот такого вот размера. Только чуть-чуть побольше. Потому что, ну, как-то слишком большие ячейки для нескольких буквок. Вы увидите в следующем длиннике. Какую только я ерунду сюда не вклеила. Надеюсь, поскорее прикончить его. Вот, блин, вот мне реально бесил. Это не потому, что блокнот плохой. Потому что мне было неудобно писать регулярно в таком формате, небольшом. Я привыкла к нормальным тетрадям. Вот. Так блокнот хороший. Вплоть до того, что квиточки от зарплаты я вот так уголок специально показываю, чтобы вы никаких чисел не видели. Вклеивала, лишь бы заполнить место. Ну, и она у меня так обклеена декоративным таким скотчем. И если кому-то я заказывала у Беринтия. Вот. Потом, значит, списки подарков. Значит, если меня кто-то из коллег смотрит, не смотрите, не читайте, на паузу не нажимайте. Блин, сама идею подала. Потом, если кому-то отправляла открытки, я делала скриншот. Ой, скриншот. Наоборот, я делала ксерокопию. И лицевой стороны, и изнаночной. Изнаночной я вам сейчас не покажу. И вклеила сюда. Целую кипу я отправляла на Новый год. Все я склеивать не стала, а просто их вложу и положу в коробку с моими дневниками. Кстати, я ее вымыла, чтобы сразу после съемки у Беринтия сейчас покажу. Вот она. Обклеена всякими наклеечками, фишечками, объемными наклейками. Блин, мне их жалко. Че я? Даже, видите, закладка для каменек есть. Там и сбоку еще, видите. То есть, со всех сторон. Все красиво, все цивильно, все как надо. А потом я разменилась. Помните, это из чилищика вам показывала? Стала не заштреховать прям сплошным маркером, а вот такие зигзагообразные рисовать. Ну, тоже ничего, красивенько не находите. Вот. Ну, и забыла письма сказать. Когда я отправляла письмо, я делала прям отдельную запись под него. И нумерация у меня. То есть, чтобы вы понимали, значит, это номер письма. Это в пятнадцатом году, то есть, в восемь писем этому человеку было отправлено. Это в четырнадцатом, это в тринадцатом. Ну, вы поняли, в принципе, да? Таким образом, я могу ли я такой нумерации, видно, в каком году сколько писем было отправлено. Вот. И в конце декабря я всегда подвожу итоги года. То есть, я перечитываю, перелистываю весь дневник. Несколько дневников. Если запах, то я исписала больше, я буду тетрадь. И под ним просто подвожу итоги года. Показывать тоже не буду. И в конце плеила такую елочку. Такую елочку. Это были дневники за пятнадцатый год. Сейчас покажу за шестнадцатый. Он гораздо красивее. Вот, смотрите. У меня вообще каждый последующий дневник, он всегда красивее, чем предыдущий. Вот девушка. Такое ощущение, что в садебном платье. В черно-белом таком формате, я не знаю, забыло название. Надпись в красном цвете. Блокнот творческого человека. Он прекрасен тем, что у него совершенно каждый разворот, фон каждого разворота, такой прям, он отличается от предыдущего. И он прекрасен. Смотрите сами. То есть тут такой это камешки, песочек. Так, это под тетрадку вот сделано. Здесь под подушку. Здесь там бабочка. Здесь цирковой шалаш смены. Тут песок. То есть очень все красиво. Заказывала на Берините. Там еще есть несколько с другими обложками. В принципе, есть и с другими страницами, но в большинстве своем. Вот это золотые ворота. Вот фон. В принципе, есть и с другими страницами фоновыми, но в большинстве своем они одинаковые. Итак, начинается. Тут такой парус. Написано буквально, что человек. И я подписала 36-я часть. Фотографии я еще пока не клеивала, но у меня в планах. Итак, мои данные. Вот тут. Но вам их видеть нельзя. Далее. Как я рассказывала, я переписала все афоризмы. Интересные факты, цитаты и так далее. Книга эта, по мнению разных авторов, термины. Там, кислородная реальщика, способ бегства, спасения, жизнь, протекающая перед вами. Доказательство того, что люди способны творить магию и так далее. И далее. Конечно, описание Нового года, с накличками, со всякими. Ути-пути. То есть красивые деники, и выкраски оформления. Потом я собезьяничала, и стащила у книжного видеоблогера Алия. У Алии такую традицию. То есть 1 января, вы копите, ну, там, кто-то пошутил смешной в семье, вы пишите на листочке, листочек, значит, банку, то есть в декабря все члены семьи, там, по очереди, да, застают все эти накопившиеся шуточки за год и читают. Очень смешно. Но я, вот, 31 декабря я впервые практиковала, то есть в 15-м год я копила эти шутки. Было очень забавно. Попробуйте. Вот. Сделала такой оригами-конвертик. Да, потом эти шуточки сложила. Теперь они здесь хранятся. Эта скрепка в виде собачки была предъявлена в фикс-прайсе. Там есть набор скрепок. Вот. Значит, перечень подарков. Вот эти вот штучки, это печать. От маркера тоже фикс-прайс не брала. Вот. Теперь таблица наблюдений. Самое наблюдение у меня вот такая. Вот эта, кстати, скрепочка тоже из того набора скрепок фикс-прайсовского. Если ее убрать, листик открывается и можно видеть расшифровку аббревиатур, но я вам ее показывать не буду. Вот и наклеечками. Тут выложено название месяц. Фикен Барь. То есть это как книжечка раскрывается. И... То есть видите, да? Вот я говорила. Для двух букв, как-то ячеек многовато, я их сделаю поменьше. Не такие маленькие, как блокноти, но поменьше. Вот. Хорошая задумка. Возникла она благодаря тому, что мне было жалко тратить такие красивые страницы под эти таблицы. и у меня возникла, прошу прощения, мысль вот так вот сложить. Таблицы полезных привычек я убрала по камерам. Вовсе, потому что все полезное я уже освоила. Если возникнет необходимое с какой-нибудь еще привычки, я прям рядышком две графы расчерчу. Тут вполне, вот, как вы видите, хватает. и отсвечивает. Вам не отсвечивает? И заведу, если будет необходимость. Смотрите, какой красивый фон. Закат. Или рассвечивает. Вообще, прям красота. Так, вот. Новая таблица. Видео моих. Тут мало что изменилось. Все то же самое. Единственное, я подвела итог, что в пятнадцатом году было столько-то видео на таком-то канале, столько-то на таком. Графы все те же самые. Плюс здесь же вклеила листочки с моими идеями. Далее таблица. То есть теперь у меня таблицы все подряд идут, для чтобы в одном месте. Это будет список прочитан. Я пока еще ничего не читала. Не успела. Вот. И пометка, что в 2015 году было полностью прям прочитано. Столько-то книг. И столько-то еще начато в пятнадцатом году, но еще не прочитано. Следующая таблица. Я завела входящий-сходящий. Нет. Входящий-сходящий номер. Потому что все-таки каждый раз делать... Смотрите, какую красивую. Все-таки каждый раз заводить новую запись в дневнике, после того, чтобы указать, что тебе пришло письмо, не ты отправила письмо. Это все-таки как-то не те. Ну и чтобы не улазить лишний раз в предыдущий дневник, я вклеила в клейке листочек с нумерацией. И просто, когда в следующий раз буду отправлять письмо, перепишу номер, слегка изменив его, листочек укину. Вот. И, ну, собственно, это было все. Это было наверняка скучное и наверняка это платье гамотина, но все равно спасибо, что посмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok